Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, как укращать вспыльчивых людей. Ну, кажется, первая реакция, как же, ну это же все-таки не дикие звери, чтобы их укращать, но это на самом деле мы все восприняли это слово уже в его переносном значении, а в прямом смысле слово укращает это делать кротким, что вот перед нами кто-то вне кротости, а мы в эту кротость его возвращаем. И как раз это куда важнее не в отношении этих зверей, пусть они там бегают себе по саваннам и остаются не кроткими, наша задача прежде всего кротость в своем сердце найти, но и опять же и ближнему возможно тоже помочь. Здесь у нас есть очень хороший совет, такой прям практического плана, просто о нем надо немножко задуматься. Откроем Библию, откроем апостольские послания и послания апостола Павла к Галатам. И вот там в шестой главе самый первый стих прочтем. «Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Вот здесь мы видим, что на самом деле без духа кротости в нас мы не сможем другого укротить, сделать кротким. Вот как Господь в Евангелии постоянно совершал чудеса и сравнивал исцеление души с исцелением тела, поэтому и мы тоже такую подобную аналогию можем провести, такую современную, 21 век, ну, например, тоже вот моровое поветрие, коронавирус, и человек, вот если он не имеет антител, не переболел, да, там не принял вакцину, и он идет и вступает в контакт с заболевшим человеком. Теоретически он не заразится, потому что все равно еще организм сопротивляется, и совсем не факт, но шансы очень-очень высоки, особенно если ты без средств какой-то защиты подходишь. Просто подошел к близкому человеку, ой, ты там что-то заболел, наклонился, вроде обнял, поцеловал, сам вдохнул, и сам лежишь, болеешь. И вместо того, чтобы ближнему человеку помочь, ты, наоборот, его отягощаешь, и он больной, тебе еще более тяжело больному там пытается что-то приготовить, покушать домой. Вот точно так же и наша ситуация с украшением вспытащих людей. Если в тебе в самом нет духу кротости, о котором апостол Павел пишет галлатам, а надо помнить, галлаты это вот племя, которое еще ко времени апостола Павла, хотя оно оказалось внутри вот этой территории, Малой Азии, внутри окружения такого грекоязычного, хоть и из разных народов, оно до сих пор не ассимилировалось и было такое более дикое, более вспыльчивое. Собственно, апостол Павел даже так с досадой пишет, что несмысленные галлаты. Это вот нынешняя территория Турции, где их столица Турецкой республики, Анкара, вот Анкира древняя, там галлаты ко временам апостола Павла тоже жили, отличались, ну, таким вспыльчивым нравом. Поэтому тоже первым христианам из числа галлатов апостол дает именно тот совет, который им актуален внутри такого дикого окружения. Да, вы должны прежде всего в себе дух кротости. Как, например, сможет ли взрослый человек утешить ребенка, утихомирить его, если он сам взавелся, если он сам на ребенка кричит? Да, конечно, нет. Вот. Ребенок, может быть, рад бы уже утешиться, но там крик родителей только его будет выбивать из клеи. Точно так же, и мы смотрим, как Господь с нами обращается. Господь, вот как дуновение тихого ветерка приходит, и когда мы каемся грехи священнику, свидетельствуем, что готовы с ними расстаться и хотим прощения получить, то Господь тоже нас прощает, соединяет с собой, дает нам причастие тела и крови своей. И мы через это тоже получаем, получаем тоже вот тот дух кротости, который Господь нам даровал. Потому что Господь апостолам на тайной вечере говорит, творите мои воспоминания, это мое тело, это моя кровь. Апостол еще не понимает, а мы это знаем, что Господь показывает, насколько он кроток. Насколько он кроток, что вот как порок Исаия и как Агнес безгласен, так не отверзает уст своих предстригущих. И вот точно так же Господь ведется, как небезвинный Агнес на заколении, и он по своей кротости даже не оправдывается, не призывает легионы ангелов от Отца, а показывает, насколько он смиренен. И вот этой кротостью побеждает пыльчивость, гнев сатаны становится, и люди приобретаются для спасения. И те самые, которые вот и распинали, и ругали Христа, поносили. Мы знаем, Лонген сотник командовал расчетом, который Христа распинал, то есть, можно сказать, такой координатор-распинатель, а стал мучником, последовал за Христом. Разбойники висели, и два его хулили. Причем у одного из ангелистов прямо сказано, что два его хулили. А у другого англиста еще заметка, он говорит, а потом же один из них взял и все-таки покаялся. То есть, Господь тоже своей кротостью, и вот этого человека, который там убивал, насиловал, грабил всю жизнь, он тоже этой кротостью его победил, и он стал кротким. Вот точно так же и мы, и мы без духа собственной кротости человека другого кротость не победим. Однако, тут кажется, да нет, я чем более кроток, тем человек больше на шею садится. Однако, дальше стих все-таки продолжает, что наблюдая каждый с собой, чтобы не быть искушенным, но указание апостола Павла исправляйте. То есть, вот мы берем этот дух кротости и все храним, и стараемся не заразиться, чтобы не быть искушенным. Потому что искушение, это не обязательно, что мы впадем тоже в огнев. Может, у нас другой темперамент, наоборот, очень мягкий, кроткий, вот тот дух кротости, о котором я долго говорил, что он у нас уже есть. Не потому, что это наша заслуга, а вот, ну, Господь нам именно такую сильную сторону давал, кротость. А человек там берет и наглеет в ответ. Но не забываем, что наша задача все равно исправлять. И наша задача уклоняться от искушения, в том числе от искушения опустить руки, от искушения уступить, спасать перед зломом. От искушения, вроде как, человеку пошел на встречу, помог, а на самом деле навредил его бессмертной душе. Твоя задача была остановить твоего ближнего. А ты подумал, ой, я такой кроткий, смиренный, пусть делай все, что хочет. Так нет. Ты же поступил как враг, тебе стена подловила. Апостол Павел об этом и говорит, что следи за собой, как бы не быть искушенным. Просто у кого-то искушение будет у другого человека более темпераментного в гнев впасть, а у тебя там менее темпераментного в уныние. И каждый из нас, дорогие слушатели, конечно, должен прежде всего понять, что искушение не даром апостол Павел говорит. Не то, что вот у тебя крот, потеряешь или гнев, а просто искушение называет, потому что искушение может в любом. Ты человека не исправляешь, у тебя какое-то там похотливое искушение или гневливое искушение, или наоборот унылое искушение. Все это в твою душу ложится. Поэтому ты следи, чтобы ни в какую крайность, потому что лукавому все равно вот к горы спасения, куда нас столкнуть, вправо или влево. Поэтому мы берем и все-таки стараемся человека исправлять. Да, уже в духу кротности, не заражаясь его эмоциями, находя нужные слова. Да, там в том числе и обостряя отношения, может, какой-то конфликт, надо пойти. Но вдруг и кротости и любви, и действия, как Христос, как Христос, как врач души телес, который пришел призвать непрадников, а грешников на покаяние. И мы тоже призываем рядом с собой человека, который, да, он непрадник, он грешник. Но мы стараемся увидеть, что наш, как вот апостол Павел говорит, наше брание против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной, так и мы стараемся все-таки человека, что он нам не враг, враг сатана в его сердце. И если вот мы поймем, что мы сражаемся не с человеком, не с его характером, не с его особенностями, а всего лишь мы стараемся силу вражия победить, а это всего лишь ничего нам не препятствием не является, потому что Христос рядом с нами, то обязательно мы сможем победить этот грех. Либо, если человек захочет с грехом расстаться, то мы ему поможем исправиться, хоть чуть-чуть его успокоим даже через дух своей кротости. Либо, если человек не исправляется, то мы как-то сможем от него дистанцироваться, держаться в стороне и ни в какое искушение самим не впасть. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok